Всем привет, с вами как всегда Джамбо Макс и в этом видео, несмотря на то, что сейчас идет еще декабрь, я вам расскажу, что мы получим по голду в январе. Но перед началом ролика я разыграю один код на Xbox Game Pass на один месяц. Условия, как всегда, простые. Просто лайк и просто комментарий. Только в этот раз давайте напишем комментарий из четырех слов. Не больше, не меньше. Только из четырех. Ну а также напишите вконтакте под определенным постом о проделанной работе, чтобы мы вас нашли и с вами связались и, собственно, отправили код. Подробности розыгрыша, как всегда, в закрепленном комментарии под видео. И да, если на этом видосе мы наберем полторы тысячи лайков, то и в следующем видосе я также разыграю какой-нибудь кодик. Давайте постараемся. И давайте начнем. Че там по голду? В январе 2020 года нас ожидает Стикс Осколки Тьмы, полный сезон Бэтмен Тел Тейл серии, Теккен 6 и Лего Стар Ворс 2 оригинальная трилогия. Знаете, игры весьма неплохие, особенно для тех, кто их не приобретал. И давайте поговорим о каждой. Стикс Осколки Тьмы. Вышла игра в 2017 году на все актуальные платформы. Представляет собой стелс-экшен от третьего лица, который рассказывает нам продолжение истории злого гоблина. В игре предстоит прятаться, убивать, лазать по стенам, но в большей степени все-таки прятаться, так как это все-таки стелс. И сказать честно, это весьма интересный стелс. У Стикса есть большой набор навыков, которые очень подходят под определенные ситуации, ну а также ряд оружий. Вряд ли вы, конечно, в этой игре увидите что-то нечто крутое или новое. Все, что есть в игре, уже когда-то было использовано в других играх, но от этого легче не становится. Вообще, данная игра, как я сказал ранее, является продолжением. И, конечно же, у нее есть первая часть, которая, кстати, когда-то тоже раздавалась по голду. И, чтобы хоть как-то проникнуться лором этой вселенной, стоит в нее все-таки поиграть, ибо вы нифига не поймете. Несмотря на всю мрачность и жестокость, в игре есть много юмора, который показывает сущность гоблинов. Самое главное отличие от первой части, да и от многих стелс-игр в целом, это то, что у нее есть кооператив. Да, в Стикс можно играть вдвоем, и самое прикольное тут то, что при кооперативном прохождении все построено на том, чтобы все-таки действовать сообща. Так как там есть моменты, в которых одному будет явно тяжело. Ко всему сожалению, игра не имеет русского перевода, даже субтитры в ней на английском языке. На метакритике, хоть игру оценили неплохо, на мой взгляд, она подойдет не всем. Игра просто вынуждает вас играть очень скрытно и очень осторожно, так как на штурм идти очень невыгодно, и в большинстве случаев вы просто получите люлей. Ведь гоблины никогда не славились своими честными поединками один на один. Кто любит стелсы и нравится тематика по типу Властелина колец, игра должна понравиться. По сравнению с первой частью, игра выросла, как и в графическом плане, так и в геймплейном. И если вдруг вас наскучит играть одному, то лучше зовите в пати друга. Играй будет намного прикольнее и интереснее. Лично мне такие игры не особо нравятся, поскольку я не люблю такую тематику, не люблю играть за антигероев, а самое главное, я ненавижу стелс. Да, увы, в большей степени я люблю бежать на раш и разбираться со всеми за счет скилла, а в этой игре так, к сожалению, не проканает. Да и вообще, я просто не умею прятаться, не могу выжидать, и поэтому в стелс игры я по сути не играю, потому что в них у меня просто не получается играть. Бэтмен Телтейл серия. В январе мы получим все 5 эпизодов данной интерактивной игры. Для тех, кто не знает, игры от Телтейл чисто интерактивные, которые славятся своим сюжетом. В случае с Бэтменом это не исключение. В этот раз показывается не только, как Брюс борется со злом, но еще и раскрывает секреты своей семьи. История реально интересная, поэтому советую пройти. Игра имеет русские субтитры, а также кооперативную в кавычках игру, которую вы можете выбирать решение все вместе, используя специальный сервис. В общем, любители интерактивных игр, еще не играющие в Бэтмена, должны быть рады, ибо их ждет весьма интересное времяпровождение. Несмотря на всю любовь к Бэтмену, интерактивные игры мне все-таки так же не нравятся, поскольку ты в них вроде как и не играешь, и в то же время на расслабоне не смотришь. В данном случае, либо полный геймплей, либо же просто посмотреть сериальчик. Ох, кто не знает серию Текен. По мне, это один из лучших файтингов, в котором действительно много разнообразных комбинаций. В сюжете данной игры разобраться крайне сложно, ибо вселенная у них не маленькая. Но если по-простому, у всех есть свои враги, и все со всеми дерутся. И вообще, не из-за сюжета рекомендую поиграть, а именно из-за механики. Но она тут действительно прикольная. Различных комбинаций у каждого персонажа невероятно много. И самое главное то, что у каждого персонажа есть свой индивидуальный стиль, который не похож на остальные. Лично мне из этой серии нравится Джин Кизама. Напишите в комментариях, за кого нравится играть вам. Единственное отличие от множества игр серии Текен, это то, что в шестой части есть миссии от третьего лица. Ну, такая некая сюжетная кампания с возможностью побегать по локации. Признаться, в свое время я тут очень долго просидел, но так и не прошел до конца, и остановился на какой-то миссии с поездом. Механика игры хоть и простая, но в данном режиме она сложная, так как вы деретесь сразу против нескольких врагов. Радоваться шестой части особо нет смысла, поскольку в Xbox Game Pass недавно добавили седьмую, но как в коллекцию в принципе зайдет. Особенно тем, у кого нет Xbox Game Pass и тем, у кого нету седьмой части. И последней игрой, которая будет раздаваться в январе, становится LEGO Star Wars 2 оригинальная трилогия. Не сложно догадаться, что игра рассказывает нам историю оригинальной трилогии. Новая надежда, Империя наносит ответный удар и возвращение джедая. Игра детская, но повеселит и взрослых, так как там очень прикольные анимации, а также прикольные пародии на события Звездных Войн. В эту игру можно играть как одному, так и в кооперативе. В общем, неплохое дополнение к предыдущим играм, которые давали по голу. Если что, это далеко не первый раз, когда нам раздают LEGO игру. Вот от таких игр я почему-то кайфую. Ты в них не напрягаешься и в то же время можешь с кем-то поиграть и повеселиться. В целом, в этом месяце подборка неплохая. Годная раздача Бэтмена и Текена 6. Но в то же время подборка не особо топовая, поскольку там опять не подвезли ААА проектов текущего поколения. Но несмотря на это, данная подборка лично мне зашла, потому что я не приобретал эти игры. Короче, в следующем месяце для многих подборка проходняк. Но лучше, чем в том месяце. В общем, неплохое начало следующего года. А на этом у меня все. Если понравился видос, ставь лайк, подписывайся на канал, а также не забывай о розыгрыше. Большое спасибо за просмотр, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok